В рамках проекта «Лето в Подмосковье» в Люберцах провели патриотическую акцию «Парки поют», посвященную 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Лучшие хоровые коллективы и известные артисты округа исполнили песни военных лет. Подробнее расскажет Богдан Колесников. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей юрикой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. Более 10 коллективов вышли на импровизированную сцену Центрального парка. Выступали хоры детских музыкальных школ и школ искусств округа. Песню «Дорогая моя столица», которая почти 30 лет назад стала официальным гимном Москвы, исполнил хор детской школы искусств номер 5. Мы просто не могли не принять участие в этом прекрасном мероприятии. Зрители приняли нас очень тепло, а это самое главное для артиста, и это очень приятно. Присоединился к патриотической акции и творческий коллектив научно-производственного предприятия «Звезда». Солисты хора, инженеры-конструкторы, технологи, научные сотрудники. Всех объединяет любовь к музыке. Наш коллектив состоит из людей, профессионалов своего дела. И одновременно с этим мы еще и любим петь. И поэтому у нас есть на заводе большой хор из 30 человек. У нас вообще очень мощная самодеятельность развивается недавно, вот с прошлого года. Вот, поэтому мы здесь. Нас всегда встречают очень хорошо, с теплотой, добротой. Вот, и даже помогать подбивает. Песня «Журавли» Яна Фрэнкеля и Расула Камзатова стала символом памяти опавших в Великой Отечественной. 55 лет назад ее впервые исполнил Марк Бернес. А сегодня — хор детской музыкальной школы номер два. Это необходимая акция в наше время. Мы должны помнить о нашей победе. И хоровое пение — это то, что объединяет всех участников. Поем вместе с жителями, которые пришли на этот праздник. Это та акция, которую нужно проводить ежегодно. И она просто необходима для того, чтобы объединить всех людей, и молодежь, и взрослых. Акцию «Парки поют» в округе организовали первый раз. В следующем году, в честь 80-летия Великой Победы, ее снова проведут в Люберцах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.